Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 марта и вот по многочисленным просьбам тех огородников, которые нынче впервые решили вырастить петунию, я показываю свою петунию, которой чуть меньше месяца. Я вот сеяла, сейчас покажу, 27 февраля у меня посев. Плохо вам видно будет, но я говорю 27 февраля. Кто смотрит мои видео все по очереди, они наверное помнят, что это как раз та петуния, которую уронил кот, разбил. И вот я с пола собрала вот эти кусочки, в которых были маленькие-маленькие крошки с двумя семидолями, распикировала их в кассету и распикировала с пеленки тоже в двух семидолях. Вот такие они сейчас, если 27 февраля у меня посев, сейчас 29 марта, значит им меньше месяца, ну примерно 3 недельки наверное. Пикировку они прожили, перенесли нормально, видите, у них даже уже по 4 настоящих листа, и видно, что они сильно изменились, они как бы так разлопушились, начали вот так раскидывать свои листья в сторону. Теперь я уже за них не боюсь, я даже полив, вот сегодня поливала, я даже полив могу делать просто вот так вот. Вот, многие спрашивали про полив, у меня-то она на поддоне стоит, видите, кассета в поддоне, я могу туда просто налить стакан воды, 2 стакана, сколько мне нужно, и я их полью. Но для тех, у кого нет поддона и у кого поверхностный полив, я могу сказать, что, ну конечно, кто первый раз выращивает, нужно осторожничать. Я уже говорила, что поливать из ложечки можно, из шприца, из резиновой игрушки, но я так как с ними сильно уже не церемонию в таком возрасте, я вот поливаю прям вот так вот, поверху из паилки, все. Они уже к этому приспособлены. Это уже не груднички, как я их называю, которые совсем-совсем маленькие. Но если вы посмотрите, вот весь, видно, что раз, как сказать, у растений разный размер и разное развитие, видите, вот это вот затормозилось, совсем маленькая, видите, совсем крошка. Что-то значит, что у нее не так, может быть корешок нежизнеспособный. И вы видите, что есть маленькие, есть совсем большие. Это иногда зависит и от силы семени, когда вот семечки, ну у петунии у нас незаметно, например, редиску вы высыпите в ладошку, видно, что одни крупнее, другие мельче. Ясно, что с крупного семени получается более здоровый росточек, а с мелкого более хилый. У петунии семена как пыль, и мы не видим, но они так же, какие-то есть крупнее, какие-то есть мельче. Поэтому то, что посадки неравномерные, это вполне, ну как, это обычное дело, всегда так, какие-то выходят вперед, как вот этот вот, например, толстячок. Вот смотрите, какой куст шикарный, уже здоровый. Сравните, или этот, или вот этот рядом сидит совсем маленький. Но для этого я и сею намного больше, потом выбираю самые красивые, самые жирные, самые вот такие пышные, а маленькие, ну, вырастут, вырастут, не вырастут, нет. Кстати, хочу показать вам остатки, которые я собрала с пола, и которые сюда не вошли. Было там чуть-чуть прям, смотрите, она тоже вся целая. В загущенных посадках тоже петуния сохранилась. Ее можно было бы тоже распекировать, но мне уже такое количество цветов не надо. Просто я уже заранее знаю, что высаживать мне их некуда. Столько места и столько кашпо у меня не будет. Ну, подращу немножко, подарю кому-нибудь. Но вот здесь они тоже стоят с шапкой. Так что выращивать петунию не так сложно. Я уже говорила, что это очень просто. Главное знать, я вот все о петунии уже говорила перед этим. Главное знать, вот чего опасаться, какие правила соблюдать. Вот, пожалуйста, не распекированная, стоит уже целый месяц. Я ее буду еще держать здесь, потому что я сама ее пекировать не буду. Если найдется желающий, кто-нибудь возьмет, распекирует. Ну, как видите, посадки все целые, не сгнили, не упали. Черная ножка их не съела. Просто потому, что я уже умею с ней обращаться. Я желаю, и чтобы вы все научились, чтобы у вас выращивание и цветов, и овощей стало таким простым, обыденным, вот таким занятием, делом, чтобы никаких заморочек не было. Посеял, полил, закрыл, все, хоп, пришел, выросло. Желаю всем такого, чтобы было как в сказке. Посеял семечко и выросло все большое и красивое. Вот это наша петуния, чуть поменьше месяца, малышки еще. Спасибо. Спасибо. Спасибо.